Блев-клуб 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 Ну, вы знаете, я знаю, что вот в Москве там все поют под фонограмму, а у нас, да, вот все всегда поют, ну, в крайнем случае, минус один. Это ошибка. Мало того, что я пою под фонограмму, я еще и на сцене говорю под фонограмму. Верите в это? Нет. Я им в Боярске. Замечательно. А там какая-то кнопочка. Какая кнопочка? Конечно, никакой кнопочки, Михаил Сергеевич. Пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом. Ну, мы начнем как бы вот с мужской части вашей большой семьи, поэтому я с большим удовольствием сюда за герой стол нашего блин-клуба приглашаю Сергея Боярска. Сережа, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я должен сказать, что вот и Михаил Сергеевич, и вы, и Сергей уже однажды играли. Вот, Сергей, ну, я что хотел спросить, вот я однажды видел тебя за рулем автомобиля, вот, я так понимаю, что автомобилист, да, и уже в автомобилях какое-то, ну, понятие, что такое дорога, нарушать правила дорожного движения нет. Имеешь, поэтому я хотел спросить, веришь, что от запасного колеса, которое всегда, как бы, да, вот там, в багажнике, да, вот, можно заклыть? Я не представляю, как это можно сделать, но раз вы спрашиваете, я верю. Верите? Ну, и правильно делать, потому что теперь у вас всегда в машине будет вот такое вот запасное колесо в виде зажигалки, с помощью которого запросто можно будет добыть огонь. Спасибо большое. В нужный момент, в нужную секунду. Спасибо большое. Сергей, теперь твой розыгрыш. У меня розыгрыш очень простой. Верите ли вы, что у меня дома, ни в ванной комнате, ни в туалете нет дверей вообще? То есть вы, как бы, все... Вообще нет дверей. Вот, у вас, как бы, этого нет? Нет. Только, когда дружная семья, так и не нужно. Ну, да. Вы верите? Нет, конечно. На самом деле так, мне их только завтра привезут, у меня ремонт. Я страдаю безумно от этого. Сергей Моярский, Сережа, пожалуйста, занимай место за нашим игровым столом. С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блевклуба, я уже начинаю с женской части семьи, я приглашаю Ларису Лупиан. Ларис, добрый вечер. Добрый вечер. Это вам. Ну и... Спасибо. Вы знаете, вот мне как бы... Я вот выразил... А можно вас попросить вот снять колечко с вашего пальца? Ну так, просто вот... Чисто символически. Чисто символически, да. Вот, я просто хотел бы представить, вот у нас сегодня подарки от нашего спонсора, вот они такие вот косметические. Вот верите ли вы, что теперь вот... Вот, не-не-не, не надевайте его пока, держите. Вы будете вот свои драгоценности, ну, по крайней мере, одно колечко хранить во флаконе, ну, там, настоящих французских духов. Вот прямо вот так, вот там оно будет храниться. И надёжно, главное. И красиво, и... Пользуясь примером своего сына, скажу, раз ты спрашиваете, то верю. Верите, правильно делаете, потому что я вам дарю вот такую вот бутылочку. А эта бутылочка непростая, она бутылочка вот... О-о-о. Вот вы туда поставьте, на секундочку. Красота. Вот, это вам. Благодарю. Роскошный подарок. Лариса, ну теперь ваш розыгрыш. Верите ли вы, Серёжа, что я сегодня не буду играть в блеф-клубе? Не, мы договаривались, что вы все вот за столом, вчетвером. Увы, так случилось. Дело в том, что у вас всего тут три стула, а семья наша состоит из четырёх человек. Мы бросили жребий и выпало играть моей дочери. Это так? Так что я буду сегодня в качестве болельщика. Лариса Лупиан. Спасибо. Добровольный, я так понимаю. Да, нет, по жребию, по жребию, по жребию уступает место своей дочери Елизавете Боярской. Лариса, добрый вечер. Ну, действительно, вы первый раз у нас в блеф-клубе. Я обратил внимание, что у всей семьи ямочки. Да? Вот Лариса только что была. Это в перспективе. Не только ямочки. Елизавета, ну, на самом деле, я вот знаю, что все дети, они всегда любят конфеты, да? Да. Вот. Я поэтому с большим удовольствием вот приготовил вот такое очень вкусное драже. Я просто хотел бы вот посмотреть, вот как вот самый младший в семье ребёнок распорядится. И вот как вот вы угостите сейчас из этой баночки. Я открываю её, там явно что-то есть. Я надеюсь, что я не буду кричать, ладно? Да. Ну, так а можно же поднести к папе, например. Попробуйте вот Сергея угостить. С него начнём. Тем более он кричал. Он вообще-то должен из стакана вылезать. Змей, конечно. Змей, конечно. Они из конфет. Так, теперь ваша. Я, значит, учусь в 11 классе, и мне 16 лет. Ну, как общеизвестно. Но верите ли вы, что на самом деле мне 18 лет, и я ученица... 13 класса. Нет. И что я обучаюсь в Санкт-Петербургском государственном университете. То есть, как бы вот на самом деле в школе, а как бы... То есть, это всё оказывается в слухе, и на самом деле я уже давным-давно студентка. Я вот тоже, у меня такое впечатление, что я где-то в газете, вот, по-моему. Все, я вот... Ну, вот я тоже вот, как сегодня вот все уже по этому пути пошли. Я верю. И правильно делаете, потому что у меня здесь есть такая липовая карточка, через которую я могу проходить во все клубы, там, где написано, что мне 18 лет. Очень полезная штука. А, так это специально для того, чтобы вот это питатель, начну жизнь нашего города. Конечно. Вот так вот приходится идти на обман. Лизавета Боярская, пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом. Ну, а спонсором нашей сегодняшней программы является торгово-развлекательный центр «Бадабум», который находится напротив станции метро «Озерки». Работая без обеда и выходных с 10 до 22 часов, здесь можно купить парфюмерию и косметику, галантерею подарки и сувениры, мужскую, женскую, детскую и спортивную одежду. Здесь можно купить обувь, головные уборы, здесь есть салон часов, есть салон экзотических растений, ювелирный салон. Ну, а самое главное, здесь есть видеопрокат, обменный пункт и ломбард, в котором можно оставить какую-то ценную вещь, получить деньги и потратить их в торгово-развлекательном центре «Бадабум» напротив станции метро «Озерки». Спонсор программы – торгово-развлекательный центр «Бадабум». Однажды я ехал из Твери в Москву на поезде. В часа четыре нужно было ехать. Стоял в СВ около окна, курил сигару. Поезд почти тронулся, вдруг улетают две женщины. Одна вся в голубом, другая в чёрном. И та, которая в голубом, у неё на руках щенок. Буквально с кулачок. Маленький такой щеночек. Ну, курить в поезде вроде как и можно и нельзя, но... Но сейчас тоже быть нельзя после закона курения. Я стою около окна, курю, и думаю, сейчас мы сделаем замечание, если девушки скажут не курить, и я... А с собаками тоже в поезде нельзя? И я продолжаю курить, и чувствую, что они говорят по-английски. Иностранки. Какие-то экзотированные женщины, на меня странно смотрят, ну, хоть бы сказали, что прекратили курить, там, ну, смокинг и так далее. Я курю, вдруг, одна из них, вот, в голубом, просто так демонстративно берёт мне сигару из руки и выкидывает в окошко. Я недолго думаю, нежно, вежливо, интеллигентно подхожу, беру собачку за шевер и в окно. Она буквально взбесилась и заехала мне по физиономии очень крепко. Должен сказать, что я тоже, в общем, оделся не как джентльмен, ну, и не то, что ударил, а, ну, вроде как, отмахнулся от неё. Ну, потом я узнал, что это достаточно приличные женщины, мне пришлось писать письмо, объясняться, ну, в общем, конфликт был серьёзный. Вот такая история, правда это или нет? Это, конечно же, неправда, но ты же мог специально это сделать, положить карту, я долго об этом думал. Но всё-таки я скажу, что нет, это полный бред, конечно. Во-первых, от Твери до Москвы четыре часа только пешком можно идти. Да, там уже часа два, наверное, максимум. Во-вторых, вообще история неправдоподобная. Так что я говорю, нет, это неправда. Ну, это действительно неправда. Тут же совсем в другом дело, дело в том, что интеллектуальный партнёр сказал бы, откуда эта история. Ну, не будем раскрывать карты, пускай интеллектуалы догадываются о развитии моих детей. Нет, но, Михаил Сергеевич, а давайте уж тогда вот раскроем все карты. Все карты не раскроем, нет? Нет, ну не все, а вот откуда эта история. Это из книги, да? Это из книги, вот из книги. Это Достоевский, конечно. Ну, правильно. Дочка всё знает, видишь, надо было ей рассказать. Спонсор программы – торгово-развлекательный центр «Бада Бум». У нас в школе есть традиция, что каждый год 10-й классы, параллель, они в начале года, в сентябре, куда-нибудь выезжают на выезд. И, значит, я в прошлом году, как ты знаешь, я была в 10-м классе, и пришёл наш черёд. Наши учителя выбрали пансионат в Вырице. Мы туда поехали на два дня. Естественно, сначала всё прошло просто идеально. Извините, Михаил Васильевич, вы об этой поездке знаете, или для вас сейчас это новость? Нет, нет, я знаю, конечно. Тем более, что я там был. Вместе с Ларисой, с биноклем. Да, это я, наверное, много видел. Ну, хорошо. И, значит, днём всё просто идеально. Всё, здравствуйте учителям, добрый вечер, тому как вкусно, всё хорошо. Значит, конкурсы всякие, все так твильные, такие детки хорошие, с гимназией, такие очень вежливые все. Вечером конкурс, КВН, все показали свои таланты, способности. Дискотека, всё отлично. Вечером отбой, все. Спокойной ночи до сих пор. Лежим. Прошёл час. Думаю, всё, больше невозможно сидеть. Значит, у нас в комнате, у нас пять человек в комнате было. У девчонки был мобильник. Зазвонил мобильник. Алло. Девчонки, приходите к нам. Мы говорим, вы знаете, что там двухэтажный пансионат... Что-то нехорошо. Я слышал этот разговор. Послушающий устройство. Нет, и между этажами закрыли дверь на ключ. И пробраться, в принципе, это нереально никак. Мы думаем, ну всё, что делать. А сидеть в номере, ну это просто бред. Как можно провести такую ночь, сидя в номере и спать? Летом, причём, да? Ну, осенью, да. Бабье лето как раз было, тепло. Я думаю, ну, блин, всё. А что, петербургская интеллигентная семья, Виктор Евгеньевич? Просто у них нечего было есть только один блин и всё. Да, есть было есть. Они проголодали? Один блин и мясо на всех. И всё. Вот. Дальше мы решили... Ну, во что бы то ни стало пробраться к ним. Выбирай выражение. Хорошо. Хорошо. Кроме нас пятерых, ещё несколько девочек захотели пойти вместе с нами. И мы придумали только один способ. Значит, мы взяли простыни, связали их, открыли окно, сцепили с одной стороны в номере за батарею и спустили вниз. Держите, маму. Вот так секреты и раскрываются. Ну, хорошо. Очень хорошо. Мы, значит, потихоньку стали по очереди слезать вниз. Безумно, конечно, страшно, потому что на кону стоит всё. Во-первых, жизнь. Во-вторых, что в соседнем номере учительница. И вообще уважение в школе. И отсеки по всем предметам. И всё на свете. Но выхода нет. Значит, мы спускаемся, а канат уже ещё и шатается. Вот мы вот так шатаемся. А вы сразу все, что ли? Нет, нет, нет. Мы по очереди. Это не важно. Всё равно рядом окно нашей учительницы. Мы вот так шатаемся. И прямо увидим, как она там спит. Ну, Господи, ну всё. Вот так вот. И только смотришь, что она книжку читает. Она что-то ещё. Думаю, боже мой. Вот только бы не заметила. Вот всё, что угодно, только не заметила. Все спустились. Идеально. Без шороха единого спустились. Мальчики открыли нам окно. Да, так это и было. Раньше мальчики лазили к девочкам. Заметь, как всё изменилось. Значит, мы забрались к ним в комнату. Мы, во сколько это было, час, наверное, ночи. За шести утра там мы развались на кровати. Всё, значит, там... Решали кроссворды, решали кроссворды. Разговаривали, обсуждали прочитанные книги. Ну, говорили не обратно. Разговаривали про прочитанных книгах только что. То есть там всякие, что я прочитала. Я сказал, вспомнила вот эту историю в поезде. Играли всякие интеллектуальные игры. То есть там как бы всё было на уровне. Ну, значит, и всё равно было громко. То есть понятно было, что в номере явно не пять человек, а как минимум пятнадцать. И кто-то стучит в дверь. Боже мой, всё, конец. Все в шкаф, на шкаф, под кровать, за занавески, куда угодно. Зашла учительница. Всё нормально. Да, тогда мы спим, всё. Она ушла. То есть нас не засекли. Но пришло время уже, как бы наверх нужно забираться. Шесть часов утра уже. Мы, значит, это намного, конечно, тяжелее наверх забираться. Мы еле-еле так вот ползком до второго этажа. А последняя девочка ползла. Она такая пухленькая, такая плотненькая. И она никогда... Вот у нас на физкультуре лазим по канатам. Она никогда не умела это делать. Просто мы её за руки, за ноги тащили наверх. И она, когда вот уже через подоконник перекинулась, она как ногой разобьет стекло. Учительница. Девочка. И, значит, прибежала нянька, даже начала у нас кричать. Вот, да вы, да вы вообще понимаете, что вы делаете? Как она шмела. Да. Какие дети у нас растут. Всё в этом роде покрыло нас очень приятными словами. Мы думаем, ну что, нужно что-то придумать. Мы, значит, наскребли последние деньги, которые у нас на электричку были. Там собрали каким-то образом 200 рублей. Мы говорим, возьмите, пожалуйста, только ничего не говорите нашим учителям. Она так засунула за пазуху, ушла, ничего не говорила. Мы, значит, всё шторками закрыли. На следующее утро всё было идеально, всё было доброе утро. Мы так выспались, спасибо. Мы очень рады, что поездка такая хорошая была. Вопрос ваш. Правда или нет? Да, правда или нет. Вы, конечно, не верите? Нет. Дело в том, что спустя 9 месяцев всё оказалось нормально. Поэтому никакого опасения за судьбу наших девочек нет. Странные мальчики какие-то в последнее время в стране. Так что безопасно можно лазить девочкам к мальчикам, к сожалению. Вот. Поэтому я верю в это, естественно. Правильно делаешь? Потому что... Это правда, это правда. И я поздравляю, Михаил Сергеевич, у вас уже яблоко второе очко. А я по этому поводу вспомнил, знаете, тоже вот, Серёжа говорил, урок физкультуры. Ты знала об этом? Нет, только сегодня узнала, Лариса тоже. Урок физкультуры в грузинской школе. И, значит, выходит учитель физкультуры, он говорит, Дэти, сегодня мы будем крутить халахуп. Сидите, а что такое халахуп? Халахуп это обруч. Ну, все дети начинают крутить этот обруч, у всех получается. И вдруг стоит такая, одна такая, ну, полненькая девочка. Она крутит, и у неё никак, ну, не получается. Он всё время падает. И учитель так подходит, Манана, не порт фигуру, иди домой. Спонсор программы – торгово-развлекательный центр «Бада Бум». Звукорежиссёр Вася Крачковский. Он рассказал мне занимательную историю, как он проходил медкомиссию в военкомате. Когда он вызвался, значит, призыв, всё, все дела. Ну, в принципе, такой крупный, здоровый парень, крепкий. Ну, сейчас уже... Как раз для армии, да, ну, какой, да, подходящий. Ну, значит, пришёл, там, весы, по колянке постучали, там, всё, всё видит, всё слышит. Там, ещё звукорежиссёр слышит хорошо. Вот. И процедура, значит, ЭКГ. Кардиограмма. Кардиограмма, да, да. Он, значит, ложится, там, врачи, такие все очень посредственные, достаточно. Да, карту кинули, там, такой поток, что наложится, ему все датчики сделали, включают, аппарат идёт, значит, линия. Прямая. Прямая. Ну, то есть, мёртв. А они по аппарату-то... Всё равно линия. Несли один аппарат из какого-то другого конца, не знаю, чего там, принесли другой такой же, ну, они такие портативные. Опять, значит, все датчики на клейне, включают, линия. А он, говорит, как себя чувствуешь? А он, если лежит, нормально. Тебе, говорит, всё нормально, да, нормально. У меня опять, что такое? Так, постой здесь. Беру другого человека, сажают, значит, так себе кладут, ставят все эти липучки, датчики. У него кардиограмма пошла. С того рисования. Да, жизнь есть. Доктор испугался, Вася стоит, так смотрит. Он мне вообще ничего не знает. Совет коллегу. Говорит, понимаешь, какое дело у него нет кардиограммы. Что с ним вообще? Как себя чувствуешь? Значит, сбежались врачи, положили его так. Срочно, а Вася, говорит, я лежу, улыбаюсь, думаю, вот. Умники. Консилиум. Да, консилиум, всё, что с прибором, там, этого, этого работают, этого не работает. Говорит, что, говорит, с тобой, он такой, не знаю, карту откройте. А они карту не удосужились открыть, как всегда, значит. Зачем? Крывают у них вот такие вот глаза. А у Васи сердце справа. И печень слева. И всё вообще наоборот. Так он тут в армию не пошёл. Вот такая вот история, верите? Про Васю? Да. Да. Я знаю Васю. Я знал. Я знаю Васю. И у Васи действительно сердце справа. Правда, что ли? Да, да, да. У Васи сердце справа. Я верю. Да, действительно, правда. Это встречается очень редко. У этого человека все органы расположены наоборот. Спонсор программы – торгово-развлекательный центр «Бада Бум». В прошлом году я закончила, когда сдала экзамены все. Мне родители сделали подарок. Как ты знаешь, они мне подарили путёвку в Болгарию. То есть я вместе со школьной компанией своей, вместе с преподавателем, мы поехали в Болгарию. Лазать. Лазать по простыням. Почаще бы эта передача была, я бы знал. Бои себя грабли. К сожалению, там были коттеджи, поэтому там не было возможности лазить. Вот. И нас поселили в коттедже. Всё идеально, всё хорошо, шикарно. Родителям позвонили, всё отлично, мамочка, не беспокойся. И в первый же день мы в 11 часов взяли такси, поехали в бар, в город. Там познакомились с барменами, стали просто замечательными друзьями. А Болгария – они общительные люди? Да. Очень общительные. И так, значит, три дня мы ходили туда, где-то так. Потом пришли, ну, приходили мы каждый день в 8 утра, потому что там всю ночь колбасили. Куда? В коттедже, да. Ночь проводили в баре. Колбасили – это колбасу ели, да, Михастрея? Они, мы когда уезжали, всем дали колбасу, всё было. Ну, чтобы они поесть могли, потому что в Болгарии вдруг там… Блины сделали, чтобы у них там всё не случилось. Да-да-да, не подумайте. Вот, приходили мы в 8 часов утра, так дня три, потом, значит, после очередной поездки в город. Поездки? Интеллигентно всё-таки, да? Кстати, в Болгарии тоже… После очередной поездки. В Болгарии тоже прошло 9 месяцев, и болгары тоже такие же, как и… Что-то, подозреваю, что… С Болгарами не всё в порядке. И, значит, мы приехали домой в 8 часов утра, дверь открыта, мы думаем, что такое. Заходим, все вещи перевёрнуты, мы сразу же бросились искать, что, может, украли, денег нету, кольца у кого-то украли, вот, что самое драгоценное были, мы думаем, что такое, что делать. И родителям зазвонить мы не хотели, потому что там сразу же инфаркт у всех, все прилетели бы сюда, там, вы, 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 откачивать их надо было бы. И мы думаем, сами разберёмся как-нибудь. Пошли разбудили учителя, нам, естественно, собрали какие-то деньги, но всё равно этого было мало, это бы не хотелось на то, как мы бы хотели отдохнуть. Мало на что? На славянир. Ага. А библиотека очень дорогая. Библиотека дорогая, да. Абонемент. Да. Вот. И мы приходим на следующий вечер, вот, к нам, к друзьям, к бару, говорим, ребята, так и так, очень... Нас кинули. Да. Нас случайно обокрали, мы попали в сложную ситуацию, ужасную. Это уже сейчас просто, Елизавета перевозит вас, что кинули. Да, да, да. Вот, они говорят, слушайте, давайте так, мы сейчас поговорим, значит, с боссом, и вы можете поработать у нас с официантками. Мы говорим, слушайте, ребята, если вы это договоритесь... Кем? Официантками, это люди, которые разносятся. Они говорят, попробуем, сделаем всё, что возможно. Значит, во-первых, нас уже там очень хорошо узнали, потому что просто в лицо, по именам... И сказали, что хорошо, значит, последующие три дня. Мы работали там, мы договорились на вечер, как бы ночью работать, потому что нам неудобно в нём, потому что мы загорали там с учителями, играли в конкурсы там, ну, всё такое. КВН? Да, КВН. Ну и? Ну и, и мы, значит, приходили туда. Всё, в костюмчиках. Естественно, было очень тяжело, потому что стаканы сначала рушились, мне даже посуду иногда приходилось, что-то делать. То есть там, знаете, коктейли, всё, как это делать, как это делать. Ну, они нам очень сильно помогали, потому что... Ну, и морально, и как бы физически, потому что они что-то нам и помогали доносить. Но все просто нас лелеяли, боготворили, потому что мы не только там подносили, мы там ещё и танцевали. Естественно. Танцевали. То есть зажигали по полной программе весь клуб. Попробуй поверь. И чаевые были действительно такие хорошие, что мы практически возместили ту сумму, которую нас украли. Мы много давали. Мы детей просто так не брошали. Веришь ли ты, что такое было? Ну, то, что вы зажигали, сомнений нет. Вот, но в историю я не верю. И правильно делаешь. Чёрная карта, потому что... Всё, ты посерёжишь. Я знаком с вас. Спонсор программы торгово-развлекательный центр Бада Бум. Мне хотелось бы от нашего спонсора сделать вам подарок, поэтому подарить вам вот эти вот, ну, я считаю, что уникальные часы. Но прежде всего мне хочется сказать, что вот, ну, действительно, они уникальные, потому что здесь вот они теперь будут висеть в вашем доме. Здесь помимо часов здесь есть ещё барометр, здесь есть ещё термометр и психометр. Это прибор, не-не-не, это прибор, который показывает влажность. Это очень важно в нашем Петербурге. Вы как-то замолновались, когда я сказал слово психометр. Вот. Поэтому вот эти вот часы теперь будут висеть, ну, вот там, где вы их повесите, потому что вы же глава семьи. Спасибо большое. Спасибо. И ещё несколько слов о нашем спонсоре. Это торгово-развлекательный центр Бада Бум, который находится напротив станции метро Озерки. Ко множеству салонов и магазинов, в которых здесь можно красиво и хорошо одеться, здесь есть ещё и химчистка, где всё это, если испачкается, можно постирать. А кроме того, книжный клуб Снарк. Ну, а салон Чайка – это просто мир часов, будильники, часы настенные и барометры отменные. Ну, а кроме того, знаменитая во всём мире металлическая посуда Цептер. Спонсор программы – торгово-развлекательный центр Бада Бум. Итак, по всем камерзных вопросов. Ну, родители эту процедуру проходили. Серёжа, я не помню, когда проходил, когда я играл? Да, я проиграл. Проиграл, да? Итак, первый вопрос тебе, потому что ты первый вышел в финал. Итак, вопрос такой. Вежливо, что известен случай, когда один известный физик-изобретатель с мировым именем женился неудачно на глупой девушке. И всю оставшуюся жизнь он бился над созданием искусственного интеллекта для своей супруги. Ну, неудачно женился, она была такая глупая. Что это заставило его, как бы, разработать вот такой вот искусственный интеллект для неё, чтобы ему было общаться приятно. Не веришь, что правильное дело, сейчас становится 1-0 в твою пользу. Лиза, вопрос тебе. Веришь ли ты, что для того, чтобы понюхать цветок, лучше всего его оторвать? Нет, не верю. Не веришь, что правильное дело, потому что можно так к кусту роз подойти и понюхать. Счёт становится 1-1. Сергей, вопрос тебе. Веришь ли ты, что очень многие футболисты зарубежных клубов, Михаил Сергеевич, вы не подсказывайте, вы же болельщик, в отличие от российских футболистов, делают педикюр на ногах, особенно перед ответственными матчами. Ну, чтобы ногти им не мешали бить по футбольному мячу, вот эти вот зарубежные футболисты. Ну, наши-то, конечно, не делают ничего. А зарубежные они, да, вот педикюрчик на мизинчике, на большом пальце, чтобы по мячу, так, чтобы нога в бутсу хорошо зашла? Ну, нет. Не веришь, а зря это действительно так, такой интересный факт. Чёт по-прежнему 1-1. Лиза, вопрос вам. Верите ли вы, что для того, чтобы не пополнить от макарон, надо их есть вдоль, а если есть поперёк, то будете полнить? То есть макароны нужно есть вдоль, а если только вот так вот поперёк, то тогда точно нужно полнить. Не верю. Не верите и правильно делаете, сейчас становится 2-1. Сергей, вопрос тебе. Веришь ли ты, что по данным итальянских медиков, чем больше женщина чихает и отрыгивает после употребления газированной воды или шампанского, тем больше у неё бюст. То есть вот женщина, когда она, например, после газированной воды, у неё бюст как бы растёт. Нет, не верю. Не веришь, а это действительно так, это последнее изобретение, это исследовательские данные итальянских медиков, что оказывается, вот когда вот эти пузырики идёт, ну извините меня, отрыжка, то это как-то влияет на бюст. Я не знаю, но итальянские медики вот такую вот взяли и сказали. Счёт по-прежнему 2-1 в пользу Лизы. Лиза, вопрос вам. Верите ли вы, что в военном деле немало было разработок так называемой психической атаки? Помните, вот этот фильм про Чапаева? Так вот, последнее изобретение психической атаки – это матросы в тельняшках, скачущие на зебрах. Вот это психическая атака, то есть вот это, вот они в тельняшках вот так, а ещё и зебры такие тоже полозатые. Это последнее изобретение психической атаки в военном деле. Во всех учебниках написано. Нет. Верите и правильно делаете. Чёт 3-1 в вашу пользу. Серёжа, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что, чтобы носки перед стиркой дышали, их надо класть либо в плетёную корзину, либо в ящик с отверстиями? Да. Веришь? А зря. Носкам совершенно не обязательно перед стиркой дышать. Чёт по-прежнему 3-1. Если они дышать закрытую, то... Они дышать не будут, а так будет в комнате вся комната. Дышать не будет, чем потом, когда в крови. А так вся комната будет дышать. Лиза, вопрос вам. Верите ли вы, что по данным зарубежных исследований, комары на блондинок садятся чаще, чем на брюнеток? Вот оказывается исследователи, они тоже занимаются этим. И вот комары на блондинок чаще садятся, чем на брюнеток. Думаю, что да. Верите и правильно делаете. А когда там в крови или в коже есть какой-то сегмент, который привлекает этих самых комаров. 4-1 в пользу. Комаров. Да, не только. А что, мужчины, они... На блондинок садятся чаще. Ага. Да-да-да-да. Вот, Сергей, вопрос тебе. Веришь ли вы, что в Молдавии, в Молдавии официально зарегистрировано похоронное бюро под названием «Сказка». Похоронное бюро. «Сказка» называется. То есть похоронят, но просто сказочный вопрос. Да, верю. Веришь ли вы, правильное дело, еще остается 4-2. Лиза, вопрос тебе. Сергей, веришь ли ты, что немногие мужчины умеют правильно подать руку женщины, вылезающей из погреба с мешком картошки? То есть немногие мужчины могут правильно подать руку женщины, которая вылезает из погреба с мешком картошки на плече. Да, немногие. Правильно. Давайте, свитер, немногие, счет 5-2. Сергей, вопрос тебе. Веришь ли ты, что сейчас животным, которых осталось на земле крайне мало, и которые содержатся в неволе, чтобы поднять их рождаемость, дают виагру. Ну, чтобы их как-то сохранить, вот чтобы они не попадали в эту красную книгу, их собирают все вместе. Они тогда полдятся как можно быстрее. Да. Веришь, а зря. Счет по-прежнему 5-2 в пользу Елизаветы. Лиза, вопрос вам. Да. Вопрос такой, верите ли вы, что своего мыслящего мужчину Роден лепил с русского натурщика, который пытался вспомнить, что было на вчерашней пьянке? Помните, да, вот знаменитая у Родена, вот это вот с русского человека, который там, в Париже... Нет, не верите. Не верите, и правильно делаете, побеждаете у нас сегодня в Блимклубе со счетом 6-2. Но вы понимаете, главное же это не победить главный участок, правильно? Сергей настоящий джентльмен. Сергей настоящий джентльмен. Поэтому я хотел бы, чтобы сейчас вынесли открытие тех телезрителей, которые поставили на карту валет Пики. Пожалуйста, дорогие телезрители, пишите нам, потому что открытие потихоньку кончается. Какой у вас разрез. Даже и название-то не придумаешь сразу. Вот видишь, к концу еще и Бринады кто же садятся? Ну, Бринады кто же садятся? Да, кто же садятся. Итак, я просто прочитаю адрес, и вы пока выносите, если можно, подарок. Итак, город Санкт-Петербург. Гр. Что такое Гр? Гражданин. Нет, Гр. Наверное, гражданский проспект. Ну, просто так, вот написано, вот я просто показываю, да? Санкт-Петербург. Гр. Итак, Гр 92-2, квартира 125, Козлова Александра Васильевна. Мы вас поздравляем, хотелось бы узнать, что вы имеете по виду под поводом Гр. Гражданский, наверное, проспект? Или Гродненовская улица? Какие могут быть еще варианты? Гродненовская улица, Гражданский проспект. Гр. Просто в Петербурге есть Гр. Ну, вот она живет в своем мире, наверное. Да, Александр Васильевнов, вы живете в своем мире, поэтому, чтобы вы и дальше продолжали жить в своем мире, у вас наверняка волосы бьются. Потому что, когда человек живет в своем мире, у него волосы бьются, чтобы как-то это исправлять. А, это не волосы, это зажигалка. Газовый футбол. А я думаю, знаете, я честно скажу, тоже живу в своем миру. Как вас позовут. Аниска, ну я чувствую, что у нас сегодня все девушки, которые снимались в течение месяца в нашей празднике, они все как бы из модельного бизнеса, да? Я считаю, что вот те люди, которые занимаются модельным бизнесом, они должны читать книги. Поэтому мы дарим вам вот такую вот блеф-серию. Это вам, читайте, знаменитая блеф-серия. Это вам. Спасибо вам большое. Ну и, собственно говоря, подарки. Ларис, я хотел бы, чтобы вы сейчас тоже вот сюда вновь как бы вернулись, и, Михаил Сергеевич, вы, потому что сейчас мы вас будем награждать от нашего спонсора. И, прежде всего, мне хотелось бы за второе место, Сергей, сделать подарок вот такой вот фотоаппарат для того, чтобы всегда... Ну, в жизни есть чего пофотографировать. Спасибо большое. Поэтому, пожалуйста, Сергей, снимай на здоровье. Спасибо большое. За это вы сегодня у нас в блефу и победили, поэтому я с большим удовольствием вот этот вот подарок, это вам. Потому что это, это от французской компании я просто... Жан-де-Вез. Лариса, ну и вам не то, что хочется сделать подарок, вы сегодня как бы не участвовали, но вчера у вас был день рождения, да, поэтому с большим удовольствием от немецкой компании Бауэр я дарю вам вот такую вот, я сейчас всё правильно, великолепную подушку, а наволочка выполнена из настоящей шерсти. То есть спать на этой штуке просто удобно и великолепно, и всегда и голова будет правильно лежать, и позвоночник, это вам от нашего спонсора. Еще раз хочу напомнить, что спонсор нашей сегодняшней программы это торгово-развлекательный центр Бада Бум напротив станции метро Озерки. Ну а в этой жилетке от знаменитой немецкой фирмы Бауэр я вам должен сказать, тепло зимой и прохладно даже летом. Ой, извините, а салон Эстерель Соло это просто звездочка Бада Бума. Классические ароматы и последние новинки парфюмерии. Спасибо. Ну а в фотоцентре Кодек при Бада Буме вам фотографии и проявят, и отпечатывают за час, и фотоаппарат подберут. Опа! Сегодня у нас в клубе играла, ну я считаю, действительно дружная, красивая, петербургская. Я правильно, вот я читал, что вот Лиза тоже хочет стать, я знаю, что Сергей и поет, а Лиза хочет стать актрисой. Ведь правильно, что актерская семья получается? Актерская, да. Актерская семья. Михаил Боярский, Лариса Лукан, Сергей Боярский и Лиза Боярская. Всего вам доброго, до следующего воскресенья. Я в этой семье лишний. Так вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok